Всем привет! Сегодня я хочу поговорить про книги и поделиться своей мотивацией к чтению, а также дать некоторые советы, если вы вдруг еще не читаете. Сейчас мне уже сложно представить, но я ничего никогда не читала до где-то 18 лет. Я считала, что какую-то нужную информацию можно получить более простым способом, а для досуга я, естественно, предпочитала что-то посмотреть. Читая произведения по школьной программе, я буквально засыпала с книгой в руках, грешила краткими содержаниями, пыталась слушать аудиокниги, но это было еще менее эффективно, потому что я засыпала, когда их слушала, поэтому потом еще приходилось часами переслушивать. Поступив в университет, читать стало легче, потому что тут я уже была вынуждена много читать для подготовки к экзаменам, для написания эссе. Мне очень помогало то, что я разбирала текст, что-то выделяла, рисовала на страницах, и как-то раз летом я не знала, чем мне заняться, я устала от всех своих гаджетов и каких-то остальных занятий, и мне абсолютно случайно на глаза попалась вот эта книга о Стиве Джобсе. Я подумала, окей, почему нет, попробую, и с этого началось. То есть меня подтолкнуло к чтению желание заняться чем-то новым, либо, может, это просто было безделье, плюс интересная для меня тема. Конечно, читать было вообще нелегко, мне было очень тяжело сфокусироваться и дочитывать все до конца, каждое предложение, каждое слово, но желание узнать что-то интересное для меня меня мотивировало и заставляло читать дальше. Да, по моему опыту привыкнуть к чтению непросто, но, естественно, это стоит того. Давайте сейчас назову некоторые очевидные факты пользы чтения для вас. И, во-первых, это огромная польза для вашего мозга. Лично на себе, например, я отметила улучшение воображения. Сначала у меня в голове было просто пусто, мне было крайне сложно вообразить то, что я читаю, но сейчас же мне это очень интересно делать. Далее улучшение аналитических способностей. Например, вы читаете какую-то научпоп-литературу, вы это анализируете, возможно, как-то исследуете дальше и применяете в жизни. Очень полезный навык. Далее улучшенные внимание и концентрация, что, конечно, будет важно для работоспособности в любом деле. И еще я заметила, что моя речь в жизни стала качественнее, я стала использовать новые слова, которые до этого никогда не употребляла, и как-то по-другому структурировать свою речь. И второй очень важный пункт — это развитие вас как личности. Читая художественную литературу, вы анализируете жизненные ситуации, составляете впечатления о героях. То есть, фактически, как настоящая жизнь, вы развиваете свой характер и становитесь немного мудрее. И, несомненно, чтение может изменить вашу жизнь по каким-либо ее составляющим. Существует очень много категорий книг, да, бизнес, философия, психология, хобби. Откройте сайт любого крупного книжного магазина и просто удивитесь, в насколько разных сферах можно сделать себя лучше. Вдруг в романе найдется ответ на жизненный вопрос. А благодаря книге о здоровье вы поправите свое питание и достигнете лучшего самочувствия. Ну и, конечно, чтение для меня — это просто приятное, умиротворяющее времяпровождение вдали от всего. У меня оно как-то позволяет притормозить и обновиться, набраться чего-то нового. И еще я считаю, что привычка читать будет приносить вам пользу всю вашу жизнь. В нужный момент вы сможете подтянуть свои знания в чем-либо. А это будет, несомненно, важно, что на учебе, что на работе. И вдобавок это поможет развиваться в ваших любимых хобби. Если вы не читаете сейчас, то я бы посоветовала вам отметить для себя следующие пункты. Для начала сделайте все дела. Найдите свободное время. Разгрузите свой мозг. Обязательно создайте для себя комфортную обстановку. Удобно расположитесь. Выставите хороший свет. И можете спросить рекомендацию о книге вашего любимого человека. Мне кажется, это может еще больше смотивировать почитать. Потому что вам захочется узнать, на что же ему было интересно почитать. В общем, задача сделать ваше знакомство с чтением максимально приятным. Нужно создать эту ассоциацию. Чтение равно удовольствие. Если себя заставлять, то вы долго не продержитесь. У вас будут негативные ассоциации с этим. И для примера опишу мою рутину для чтения. Я люблю вытянуть ноги, укутаться в плед, сделать мягкую поддержку для спины из подушек, выставить яркий свет, сделать чашку чая или кофе, убрать волосы в расслабленную прическу, включить пианино или джаз на фон и поставить режим «Не беспокоить». Читаю я в любое время дня. Очень приятно почитать сразу после пробуждения, перед завтраком. Но я и без проблем читаю в общественных местах. Меня ничто не отвлекает, потому что я настолько заинтересована происходящим у меня вот здесь. Может, вам могут помочь беруши в такой ситуации, но все-таки попробуйте для начала научиться читать дома. И всегда берите книгу с собой. Бывают непредвиденные ситуации, вдруг задержится навстречу, еще какие-то неполадки, и вам приходится ждать время. В такие моменты мне намного приятнее прикоснуться к книге, нежели засесть в телефоне. Итак, что же читать? У меня такое интересное деление книг в голове. Первая категория — это полезные книги, а вторая категория — это художественные. Полезные — это просто те, которые дают применимые знания для улучшения качества жизни. Это может быть научпоп, психология, медицина. И чтобы читать с пользой, у меня всегда рядом с книжкой есть закладки и карандаш. После прочтения я конспектирую и упрощаю подчеркнутое в заметке. Просто прочитав пять книг о питании, вы вряд ли что-то усвоите. Информация становится полезной только когда вы ее переработали под себя и смогли применить. И планируя завтрак, вы точно не будете сидеть с книгой на 400 страниц. Намного практичнее будет заглянуть в свою быструю заметку. Сейчас много качественной информации о здоровье, психологии и прочем в интернете, но по возможности я предпочитаю книги, потому что это приятный источник по уже названным мной причинам. И зачастую книги это более интересный источник, потому что авторы, которые могут быть, например, доктора, научные исследователи, они вкладывают частичку себя, рассказывают свою историю, связанную с проблемой. И это уже более душевно, чем просто быстро глянуть выводы научного исследования в интернете. И как мне кажется, когда ты прочитал целую книгу по какой-то теме, ты намного больше в нее погрузился, потому что ты провел с ней какое-то приятное время. И, например, в течение дня я даже больше размышляю о том, что я сейчас читаю, у меня рождаются какие-то новые идеи, новые вопросы. Ну а правильно выбранная книга будет достоверным источником, и я бы даже сказала достойным. Люди вкладывают десятилетия на написание книг, а не несколько дней или минут, в отличие от журналов, блогеров и прочих более массовых источников. Главное, обращайте внимание на автора и предисловия. Там зачастую предоставляют информацию о качестве книги, о том, кто есть автор и его заслугах. А в конце книги могут располагаться источники и ресурсы, использованные при написании. Но даже читая что-то, казалось бы, достоверное, я никогда не следую слепо тому, что написано. Все равно мне хочется перепроверить, узнать другое мнение о проблеме. Поэтому читайте разумно и понимайте, что держите в руках. И хочу дать рекомендации в сфере полезных, как я их называю, книг. Это «Одна привычка в неделю» и «Триггеры». И я их выбрала, потому что они классные и, как мне кажется, подойдут новичку. И вторая для меня категория книг — это художественные, то есть рассказы, романы, повести. К ним я чаще всего обращаюсь, чтобы просто отдохнуть. Бывает, у меня нет настроя на мои самые любимые научпоп-книги. Не то чтобы, конечно, я очень напрягаюсь, когда читаю научпоп. Для меня получение новых знаний — это удовольствие, поэтому тут как-то досуг и самообразование совмещаются. Ну а читая художественные, вы просто следуете за историей, отвлекаетесь от всего. Художественные я особенно люблю читать перед сном. Я себе все обустраиваю на кровати, выставляю освещение. Опять же, намного лучше, чем сидеть в телефоне. Засыпается потом прекрасно. А просыпаешься, мне кажется, намного более свежим и умиротворенным. И две рекомендации — это «Дом на краю ночи» и «Хюге». Я теперь хочу спросить у вас, оставляйте свои книжные рекомендации для новичка внизу в комментариях. Это может быть что-то полезное, художественное. Мне будет очень интересно посмотреть. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то поставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Ссылка внизу в описании. И увидимся ровно через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!